Задача этого видео – в подробностях объяснить, как работает биткоин, чтобы было понятнее, что значит владеть, пересылать или добывать биткоины. Начнем с краткого обзора. Что такое биткоин? В своей основе биткоин – это просто цифровой файл, в котором записаны имена и балансы, как в регистре. Каждый компьютер в сети биткоин ведет копию этого файла. Эти числа не представляют ничего физического, они ценны лишь потому, что люди готовы обменивать реальные товары и услуги ради большего числа напротив своего имени и уверены, что того же хотят остальные. Эти числа ценны лишь потому, что мы считаем их ценными, как и с любой фиатной валютой. Отправляя деньги, вы сообщаете в сеть сумму, на которой уменьшится ваш баланс и вырастет баланс получателя. Узлы или компьютеры в сети биткоин копируют эту транзакцию в свои регистры и передают транзакцию следующим узлам. Прибавьте к этому цифровую защиту, и это все – система, которая позволяет группе компьютеров ввести регистр. И хотя по описанию похожа на регистр, который ведет банк, тот факт, что регистр ведет группа, а не единый владелец, создает ряд важных отличий. Во-первых, в отличие от банка, в котором вы знаете только о своих транзакциях, в биткоине все знают обо всех транзакциях. Плюс банку можно доверять или, как минимум, потом его засудить в случае махинаций. В биткоине же кругом незнакомцы, поэтому доверять нельзя никому. К счастью, система биткоина продумана таким образом, что доверие и не нужно. Особые математические функции защищают каждый аспект системы. Остальная часть этого ролика подробно объяснит, как биткоин позволяет такому сообществу незнакомых людей управлять финансовыми транзакциями друг друга. На базовом уровне, отправляя деньги Бобу, Элис распространяет сообщение с именами и суммой. Отправить Бобу 5 биткоинов от Элис. Каждый узел, получая сообщение, обновляет свою копию регистра и передает сообщение о транзакции дальше. Но откуда узлам знать, что этот запрос настоящий, что реальный владелец счета отправил это сообщение? По правилам биткоина, чтобы передать средства, нужен своеобразный пароль. Этот пароль называется цифровой подписью. Как и обычная рукописная подпись, цифровая, заверяет сообщение, но делает это с помощью математического алгоритма, который предотвращает копирование и подделку в цифровом пространстве. Противоположность постоянному паролю для каждой транзакции требуется новая уникальная цифровая подпись. Не забывайте, что в биткоине кругом незнакомые люди, поэтому раскрывать пароль, который может скопировать и использовать кто-то чужой, крайне нежелательно. Цифровая подпись работает на уровне двух разных, но связанных ключей. Приватного, который создает подпись, и публичного, с помощью которого ее проверяют другие люди. Представьте, что приватный ключ – это истинный пароль, а подпись – это посредник, который заверяет, что вы знаете пароль без необходимости его раскрывать. Публичный ключ служит адресом для получения биткоинов. То есть, отправляя человеку деньги, вы отправляете их на его публичный ключ. Чтобы потратить деньги, нужно доказать, что вы реальный владелец адреса публичного ключа, на который деньги отправлялись. Для этого генерируется цифровая подпись и сообщение о транзакции и вашего приватного ключа. Другие узлы в сети могут использовать эту подпись в другой функции и убедиться, что она отвечает вашему публичному ключу. С помощью привязанных к цифровой подписи вычислений они могут убедиться, что отправитель владеет приватным ключом, не видя сам приватный ключ. Важно помнить, что подпись зависит от сообщения, то есть она новая для каждой транзакции, и поэтому вор не сможет использовать ее для другой транзакции. Эта зависимость от сообщения также означает, что никто не сможет изменить сообщение, передавая его по сети, поскольку изменения в сообщении сделают недействительной подпись. Сам алгоритм вычислений довольно сложный, и хотя я не стану здесь описывать его полностью, я назову пару тем, которые можно загуглить. Алгоритм цифровой подписи на эллиптической кривой и односторонняя функция с потайным входом. В конце видео я скажу больше. Мы уже выяснили, что с помощью цифровых подписей подтверждают отправители транзакции, но я сильно упростил механизм, по которому узлы сети учитывают баланс счетов. На самом деле баланс никто не ведет. Если не вести учет денег на счетах, откуда знать, что у человека есть деньги для транзакции? Вместо системы балансов владельцы средств определяются по ссылкам на прежние транзакции. Рассмотрим это подробнее. Чтобы отправить Бобу 5 биткоинов, Элис нужно сослаться на прежние транзакции, по которым ей пришло 5 или более биткоинов. Эти транзакции-ссылки называются входами. При проверке транзакции узлы в сети смотрят на входы, чтобы убедиться, что получателем была именно Элис, и что сумма входов равна 5 или более биткоинам. Рассмотрим для примера реальную транзакцию. Эта транзакция ссылается на 6 входов на сумму 139,6 биткоина. Заметим, что в разделе выходы две строки. Первый из выходов ведет обратно отправителю в виде сдачи с транзакции. Простое правило гласит, что при транзакции вход должен быть потрачен полностью. То есть, чтобы отправить сумму, которая не равна ни одному из ваших входов, нужно будет отправить на свой счет сдачу. С помощью системы ссылок на входы, владение биткоинами передается в виде своеобразной цепи, в которой валидность каждой транзакции зависит от действительности прежних транзакций. Но можно ли доверять прежним транзакциям? Нельзя, поэтому их входы тоже нужно проверить. Поэтому при первой установке биткоин-кошелек скачает все транзакции в истории и проверит их действительность вплоть до самой первой транзакции. Не забывайте, что эта сеть совершенно незнакомых людей, поэтому так важно самому проверить каждую транзакцию. Этот процесс может занять больше суток, но он происходит лишь однажды. После одного использования транзакция считается израсходованной и не может использоваться повторно. Иначе можно было бы дважды потратить вход, сославшись на него в нескольких транзакциях. При проверке транзакции, помимо других справок, узлы также смотрят, что входы еще не израсходовали. Уточним, что по каждому входу узлы проверяют все когда-либо проведенные транзакции, чтобы убедиться, что этот вход еще не использован. Может показаться, что это очень долго, ведь было уже более 20 миллионов транзакций, но процесс ускоряет таблица неизрасходованных транзакций. Словом, вместо регистра балансов узлы биткоина ведут огромный список транзакций. Биткоины у вас есть тогда, когда в этом списке есть неизрасходованные транзакции на ваш адрес, то есть которые не использовались как входы в других транзакциях. Как следствие этой структуры владения, чтобы узнать свой баланс, нужно просмотреть все транзакции в истории и сложить все свои неизрасходованные входы. Еще одно интересное свойство транзакций в том, что система поддерживает более сложные их виды, чем просто пересылка денег между счетами. Вы могли заметить загадочную строку текста в показанном ранее выходе. На самом деле выходы это скорее задачки, чем адреса получателей. В отличие от денег, посылая биткоины, вы скорее кладете их в общедоступную ячейку с математической задачей, которая откроет дверцу. Задачу генерирует особый скриптовый язык. И хотя обычно решить ее может только один владелец публичного ключа, возможны и более сложные условия. Например, для escrow транзакции может потребоваться две из трех возможных подписей. Другой пример – это самая первая биткоин-транзакция в истории. Эту задачу мог решить любой. Большинство биткоин-программ не показывает скрипты, однако любой может написать собственную программу со своими условиями, но это рискованно. Более чем 2600 биткоинов пропали в одной связке транзакций из-за искаженного адреса. Это подчеркивает важное свойство биткоина – в нем нельзя пожаловаться на банк или кредитную компанию, и человеческая ошибка может привести к безвозвратной потере биткоинов. Причем не просто со счета, а из биткоин-экономики вообще. Если вы потеряете свой приватный ключ, все деньги на соответствующем публичном ключе пропадут навсегда. Люди наверняка будут терять приватные ключи из-за отказа жестких дисков и отсутствия резервных копий, поэтому валюта биткоин однажды станет дефляционной. Прежде чем перейти к последнему аспекту работы биткоина – майнингу, я бы хотел поговорить об анонимности в биткоине. Если зайти в биткоин через Тор-сеть, которая скрывает IP-адрес, биткоина можно пользоваться не скрывая ничего, кроме своего публичного ключа. А чтобы ваши транзакции нельзя было связать – не забывайте, что они хранятся у каждого пользователя – можно генерировать новый публичный ключ для каждой входящей транзакции. Впрочем, есть шанс неумышленно связать эти публичные ключи. В показанной ранее транзакции шесть транзакций входов использовались как источники, и хотя все входы шли на разные адреса, их связала эта общая транзакция. Отправитель подтвердил, что все эти адреса его, предоставив цифровую подпись, чтобы их разблокировать. С помощью этих ссылок экономисты изучают поведение пользователей биткоина. Может показаться, что, создавая публичный ключ получателя, можно в теории оставить отпечаток своей реальной личности, но даже этот шаг анонимен, и его можно совершать без соединения с сетью. Достаточно нажать на кнопку в программе бумажники, и она сгенерирует пару приватный публичный ключ. Причем возможных вариантов адреса настолько много, что не имеет смысла проверять, не попался ли уже кому-то такой же ключ. Сравните с созданием почтового ящика, при котором все приходящие на ум варианты уже заняты. Хотя, если вам таки попадется чей-то ключ, вы сможете распоряжаться его деньгами. Это общее количество возможных биткоин-адресов. Эти огромные числа защищают систему биткоина целым рядом способов, поэтому имеет смысл представить, насколько они огромны. По некоторым оценкам, на Земле можно насчитать 7,5 миллионов триллионов песчинок. А теперь представьте, что каждая песчинка – это целая другая Земля с тем же количеством песчинок, и общее количество биткоин-адресов все равно будет гораздо больше. Давайте обобщим, что мы знаем о безопасности биткоина. Благодаря цифровой подписи мы знаем, что только реальный владелец мог создать сообщение о транзакции. А чтобы убедиться, что у отправителя достаточно денег, мы проверяем все упомянутые им входы, чтобы они были не израсходованы. Но в безопасности системы остается одна большая дыра, из-за которой проверка на неизрасходованность может быть ненадежной, связано это с порядком транзакций. Учитывая, что транзакции передаются по сети от узла к узлу, нет гарантии, что порядок, в котором они к вам пришли, соответствует порядку их создания. А доверять временной метке нельзя, потому что о времени создания транзакции несложно солгать. Поэтому нельзя знать, в каком порядке совершались транзакции, что создает шанс для мошенников. Мошенница Элис может создать транзакцию с переводом денег Бобу, подождать, пока Боб отгрузит товар, а затем отправить еще одну транзакцию со ссылкой на тот же ввод обратно себе. Из-за разного времени прохождения сигнала некоторые узлы в сети получат вторую транзакцию с двойной тратой, прежде перевода Бобу. А когда придет перевод Бобу, они его отвергнут, потому что он якобы использует израсходованный ввод. В результате у Боба не будет ни товара, ни денег. Как результат, в сети разногласия, у кого деньги, у Боба или у Элис. Ведь невозможно доказать, чья транзакция шла первой. Поэтому необходима политика, по которой вся сеть могла бы договариваться о порядке транзакций. А это очень страшный вопрос для децентрализованных систем. Решение Биткоина – это искусственный метод, который одновременно определяет и фиксирует порядок с помощью этакой вычислительной гонки. Система Биткоина выстраивает транзакции, разбивая их на группы, которые называют блоками, и сцепляя эти блоки в цепь блоков или блокчейн. Заметим, что эта цепь отличается от цепи транзакции, о которой говорилось выше. Цепь блоков выстраивает транзакции по порядку, тогда как цепь транзакции фиксирует смену владельцев. В каждом блоке есть ссылка на предыдущий блок, это и выстраивает их один за другим по времени. Эти ссылки можно проследить вплоть до самой первой группы транзакций в истории системы. Транзакции внутри блока считаются произошедшими одновременно, а транзакции, еще не вошедшие в блок, называют неподтвержденными или неупорядоченными. Любой узел может собрать стопку неподтвержденных транзакций в блок и транслировать его остальной сети в качестве потенциального следующего блока в блокчейне. Поскольку несколько людей могут создать блоки одновременно, может получиться несколько вариантов. Так каким образом система решает, чей будет следующим? Нельзя полагаться на порядок прихода блоков, ведь, как мы уже описали с транзакциями выше, они могут приходить в разные части сети в разном порядке. Часть решения биткоина состоит в том, что каждый готовый блок должен содержать ответ на особую математическую задачу. Компьютеры пропускают весь текст из блока плюс дополнительную случайную догадку через так называемый криптографический хэш, пока результат не будет меньше определенного значения. Хэш-функция создает краткую сводку или сумму из любого фрагмента текста. В нашем случае результат – это 32-байтное число. Перед вами несколько примеров использования одной из хэш-функций биткоина – SHA-256. Заметим, как меняется результат из-за одной лишней точки в конце третьего примера. Хэш-сумма совершенно непредсказуема, поэтому единственный способ найти конкретную сумму – угадать ее. Это очень похоже на угадывание комбинации на замке. Можно угадать и с первой попытки, но в среднем попыток требуется очень много. Собственно говоря, обычный компьютер искал бы ответ для блока несколько лет. Но когда число угадывают все компьютеры в сети, то в среднем ответ находится за 10 минут. Первый, решивший математическую задачу, передает свой блок сети, и его стопку транзакций принимают в качестве следующей в цепи. Элемент случайности в задаче, по сути, создает разброс в скорости нахождения решения, чтобы сократить шанс, что ответ одновременно найдут два человека. Хотя иногда одновременно решается больше одного блока, и получается несколько веток. В этом случае цепь продолжается после первого полученного блока. Другие могли получить блоки в другом порядке и будут строить вслед за своим первым полученным блоком. Ничья исчезает, когда кто-то решит следующий блок. По общему правилу, все переходят на самую длинную ветку. Из-за расчетов блоки редко решаются одновременно, но еще реже это случается несколько раз подряд. В результате блокчейн быстро стабилизируется, то есть у всех одинаковые блоки у конца цепи. Тот факт, что в конце цепи бывает неопределенность, имеет важное значение для безопасности транзакций. К примеру, если ваша транзакция окажется в одной из коротких веток, она утратит свое место в цепи блокчейна. Обычно это значит, что она просто вернется в массив неподтвержденных транзакций и попадет в один из следующих блоков. К сожалению, из-за возможного смещения транзакции возникает угроза двойной траты, для борьбы с которой изначально и задумывалась цепь. Посмотрим, чем увенчается попытка двойной траты в описанной до сих пор системе. Мошенница Элис отправляет деньги Бобу. Боб дожидается проверки и включения транзакции в блокчейн и отправляет товар. Помните, узлы всегда переходят на самую длинную ветку, и если Элис создаст более длинную ветку, в которой деньги отправляются не Бобу, а кому-то другому, его деньги по сути пропадут. Сначала транзакция Боба вернется в массив неподтвержденных, а поскольку Элис заменила ее транзакцией с тем же своим входом, узлы впоследствии посчитают транзакцию Боба ложной, поскольку она ссылается на уже израсходованный вход. Тогда как цепочная система мешает Элис обмануть Боба? Кажется, что Элис могла бы заранее просчитать цепочку блоков и пустить их в сеть в нужный момент, но задачки каждого из блоков такой ход предотвращают. Чтобы лучше понять причину, нужно рассмотреть описанный выше криптографический хэш чуть подробней. Как упоминалось, для решения блока нужно, чтобы криптографический хэш блока был ниже определенного значения. Для этого нужно подставлять в конец блока случайные числа. После решения хэш-сумма служит уникальным маркером этого блока. Если изменить хотя бы один символ в блоке, его хэш будет совершенно другим. Мы это уже видели с лишней точкой. Хэш-сумма или маркер используется как ссылка на предыдущий блок. Как следствие, ни один из блоков цепи нельзя подменить, поскольку хэш-сумма подставленного блока будет другой, и ссылка следующего блока не будет указывать на него. В результате, что еще более важно, блоки нельзя решать заранее. Ссылка на предыдущий блок – это тоже часть текста, который проходит через хэш-функцию, и любые изменения текста потребуют повторного решения. Так вот Абелис. По описанной причине просчитать ветку заранее невозможно. Она может начать считать блоки, только когда уже решен тот блок, с которого она хочет начать, и известна его хэш-сумма. Следовательно, ей нужно побить всю остальную сеть, прежде чем Боб отгрузит товар, и в этот момент ей нужно будет создать более длинную ветку. И последний вопрос. Сможет ли Элис обогнать всех, если у нее будет очень быстрый компьютер или даже целый зал компьютеров? Но даже имея тысячи компьютеров, ее шанс выиграть эту гонку по решению блока крайне мал, ведь она соревнуется не с одним компьютером, а со всей сетью. Представьте себе, что это такая лотерея. Пускай у нее тысяча компьютеров, или в нашем примере лотерейных билетов. Но даже в этом случае гораздо вероятнее, что выиграет кто-то другой. Ей понадобилась бы половина всей вычислительной мощности сети, чтобы иметь 50% шанс решить блок первый, и гораздо больше, чтобы с большей вероятностью первый решить несколько блоков подряд. То есть транзакции в блокчейне защищает вычислительная гонка, которая ставит мошенника перед мощностью остальной сети. Поскольку блоки строятся один поверх другого, более ранние транзакции надежнее новых. Мошеннику пришлось бы переигрывать сеть очень долго, подменив один из ранних блоков, чтобы провернуть двойную трату. Так что система уязвима к двойной трате только на конце цепи, поэтому и рекомендуется подождать несколько блоков, прежде чем считать перевод денег совершившимся. И последний комментарий о блокчейне, прежде чем мы перейдем к последним элементам системы биткоина. Как ни удивительно, все вышеописанное не требует ни капли доверия. Получая информацию от незнакомых лиц по сети биткоин, можно самому проверить правильность решения блоков. А поскольку вычислительные задачи настолько сложные, можно быть уверенным, что единоличный мошенник не мог решить их своими силами. Сами решения доказывают, что для их нахождения потребовалась вычислительная мощность всей сети. Итак, мы рассмотрели передачу денег с помощью цифровых подписей цепи транзакций и как порядок этих транзакций защищен в блокчейне. Разберем последний вопрос. Откуда берутся биткоины? Чтобы отправить деньги, нужно сделать ссылку на более раннюю транзакцию, в которой вы были получателем, но как биткоины попадают в эту цепочку владения? В качестве метода постепенного и случайного распределения коинов решившему блок человеку выдается награда. Поэтому решение блоков называют майнингом или добычей, хотя его главная функция – проверять транзакции и беречь блокчейн. Каждые четыре года награда за блок сокращается вдвое, поэтому однажды выпуск биткоинов прекратится. Всего будет создано около 21 миллиона. Учтите, что отправить можно вплоть до одной миллионной биткоина, поэтому общее их количество вряд ли ограничит удобство валюты. Когда исчезнет награда за блоки, какой смысл будет майнерам обрабатывать транзакции? Вдобавок к наградам за блоки майнеры также получают плату за транзакции, которую можно по желанию прикрепить к транзакции. Сейчас майнеры включают транзакции без комиссий в блоке, поскольку их главный мотиватор – награда за блок. Но в будущем транзакции, скорее всего, будут обрабатываться по размерам платы. И те, в которых плата нет, скорее всего, будут игнорироваться. Так что отправка денег через биткоин, скорее всего, не будет бесплатной, но все равно, наверное, будет дешевле нынешних банковских комиссий. Как уже говорилось, обычный компьютер будет решать блок несколько лет. Поэтому шанс человека решить блок раньше остальной сети, а на это обычно уходит 10 минут, очень мал. Чтобы получить более стабильный заработок, люди вступают в так называемые майнинг-пулы, которые решают блоки коллективно и распределяют вознаграждение пропорционально проделанной работе. Это похоже на коллективную лотерею среди сотрудников, вот только некоторые майнинг-пулы очень большие и составляют свыше 20% всех компьютеров в сети. Тот факт, что некоторые пулы настолько большие, имеет важные последствия для безопасности. Как уже говорилось, у мошенника почти нет шансов решить несколько блоков подряд быстрее остальной сети. Но это возможно, и вероятность растет с ростом вычислительной мощности мошенника по сравнению с остальной сетью. Собственно, один из таких пулов, гильдия BTC, сама решила 6 блоков подряд и добровольно ограничила членство, чтобы избежать недоверия сети биткоин. Даже с огромной вычислительной мощностью, чем глубже в цепь уходит транзакция, тем сложнее мошеннику ее изменить. Сейчас рекомендуется подождать, пока транзакция углубится в цепь на один блок, или получит одно подтверждение, прежде чем считать ее совершившейся, а в случае крупных транзакций подождать 6 блоков. Учитывая, что гильдия BTC может решить 6 блоков подряд, имеет смысл подождать еще дольше. По задумке, на решение каждого блока уходит примерно 10 минут, поэтому ждать 6 блоков придется около часа. По сравнению с секундными транзакциями по кредитным картам, час ожидания может показаться очень долгим, но не забывайте, что владелец кредитной карты может заявить о краже карты спустя несколько месяцев, и продавцы компенсируют расходы. Это называется возврат платежа, так что для продавцов биткоин гораздо быстрее. Выбор именно 10 минут был произвольный, просто очень короткий период грозил бы нестабильностью, а очень длинный бы затягивал подтверждение. С ростом числа компьютеров в сети и появлением специализирующихся на майнинге аппаратных средств, время на решение блоков сильно бы сократилось. В качестве коррекции все биткоин-программы повышают сложность математической задачи с расчетом на 10 минут. Для сравнения, похожая цифровая валюта под названием Litecoin работает со временем 2,5 минуты на блок. Подводя итог, биткоин – это математически защищенная валюта, которую поддерживает сеть равных пользователей. Цифровые подписи авторизуют каждую транзакцию, владение передается по цепям транзакций, а порядок транзакций хранит блокчейн. Поскольку для каждого блока нужно решить сложную математическую задачу, потенциальные мошенники вынуждены соревноваться со всей остальной сетью в вычислительной гонке, которую вряд ли они выиграют. Биткоин предлагает много интересных идей, таких как защита от вмешательства властей, анонимность и, вероятно, более низкие комиссии за транзакции. Перед ним также стоит масса сложностей, поскольку биткоины сейчас очень сложно обменять на другие валюты, а сеть называют идеальной средой для незаконных операций и уклонения от налогов. Поэтому официальные власти могут его запрещать. Кроме того, вычислительная гонка, которая защищает блокчейн, требует очень много электричества.